Добрый день. В студии Роман Быков, в прямом эфире программа «Тема дня». В конце года традиционно мы отмечаем одну из таких дат, как, кому-то радостно, а кому-то нет, распад Советского Союза. А вследствие распадом страны произошел еще важный такой сдвиг. Мы сменили модель развития государства, мы перестали строить социализм, начали строить капитализм. И капитализм с собой повлек радикальную смену наших потребительских корзин, нашего человека. Мы все помним, как в 1991 году мы дошли все до того, что исчез даже хлеб, молоко. То есть вообще магазин, полки практически опустили. Огурцы вот стояли, как сейчас помню, и березовый сок, такие банки огромные, и все. Потом, с 1992 года начали полки активно наполняться, и вообще мы стали совершенно по-другому жить. Обратите внимание, вот идем мы сейчас в магазин. Если кто помнит, советское время, нам хватало обычной сумки, а воське хватало, это небольшой. А сейчас мы набираем в гипермаркете целые пакеты, мы затариваемся на огромные суммы. Так это или нет, действительно ли просто это может некая жадность, или мы стали действительно намного больше покупать. А еще интересно поговорить о том, лучше ли товары сейчас, или наоборот хуже, чем были в советское время. Правда, это тоже большие дискуссии. Идут постоянно. Вы звоните в телефону 300-190, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, когда, попросту говоря, лучше жилось сейчас, человеку обычному в плане покупки товаров, или в советское время. А пока хочу представить гостей из студии. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Галина Лопушинская, доктор экономических наук. Добрый день. И Вадим Рыбачок, председатель общественной палаты Твери. Человек, который предпринимательскому корпусу совсем не чуждо, и при этом, что важно у него историческое образование, то есть человек может позволить сравнить с ним этот анализ, когда лучше, когда хуже. Господа, итак, давайте потребительская корзина советского человека. Мы не будем брать, наверное, людоедские годы 40-е, когда там то война, то голод, неурожай и так далее. Давайте брать такие времена, наверное, когда все больно не устаканилось. Ну, конец 60-х, пожалуй, да? Мне кажется, даже, что это не конец 60-х, это, наверное, 70-е. Да, может, 70-е. Вот, если, скажите, на что тогда люди, в первую очередь, тратили деньги? Вы все-таки намного лучше меня эти времена знаете советские. Я, конечно, застал советское, но все. Я в школе учился, поэтому 70-е годы для меня с потребительской корзиной никак не связаны. Что, у вас родители в магазине отправили? Вы с ними не ходили в магазин? Это бетон для молока, банка для сметаны, хлеб и батон. Вот. Все, вот этот поход в магазин, который ежедневный поход. И у меня то же самое. И мороженое за 7 копеек, кино за 25 копеек, и за 10 копеек утренний сеанс. Это все мы прекрасно помним. Но в те годы, по крайней мере для меня, этот вопрос вообще не стоял. Вот четко сказанная позиция и пошел купил. Что там есть на соседних полках? Есть ли вообще что-то неактуальное? Сейчас, в прошествии времени, конечно, ты все это сравниваешь. Но это как далеко-далеко, что называется. Ну вот, представляете, нас сейчас смотрят, представители молодого поколения. Вот, Вадим сейчас обрисовал, а у нас, кстати, как раз, извиняюсь, телефонный звонок. Да, слушаем вас. Алло, да. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я считаю, что потребление товаров выросло, в частности, в нашей стране, зависит от того, что масса рекламы идет именно с 90-х годов. Вот она и по телевидению началась масса. Даже люди просто рекламу смотрели, уже как искусство. Вот, и все зависит от этого, естественно, и растет потребление. Люди набирают себе продуктов, и даже зачастую не задумываются, нужен ли им этот продукт, или не нужен. То есть, вы считаете, в первую очередь, все дело в рекламе? Да, 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 я считаю, что, естественно, реклама. Да. Ну, наверное, все так однозначно, как молодой человек. Спасибо большое за звонок, спасибо. Вот, да, мнение как раз молодого поколения. Все так однозначно, как молодой человек говорит, но, безусловно, мы сегодня это общество потребления. Тут даже не спорят. В советское время, опять-таки, вы что сказать, рекламы просто, видите ли, не было? В советское время был очень хороший лозунг, который использовали. Реклама – двигатель советской торговли. И эта реклама была. И эта реклама не обязательно была на баннерах, которые были натянуты там по всему городу. Эта реклама была очень ненавязчивой, но в то же время влияющей на потребление. Вспомните знак качества. Замечательный знак, который ставили на ряде продуктов, чтобы привлечь к нему внимание. Это уже маркетинг. Несомненно, но чтобы запустить вот этот знак, надо было, чтобы население его стало воспринимать. И определенные СМИ, и определенные информационные программы, о знаке качества, о технологии производства таких продуктов. Они четко шли, и это понятно, потому что мало поставить знак. Мы бы и рады с зеленым листочком, да, местный продукт, сказать, что вот только его покупайте. Но требуется еще, и чтобы народ воспринимал это особым образом. Но реклама, господа, ну помните, как в советское время откровенно ерничали над советской рекламой, когда летаете с самолетами аэрофлота, а что их рекламировать, чем же еще летать? И опять-таки, нужно ли было рекламировать, даже в советское время, ешьте колбасу. За ней очередь стояли. Зачем рекламируют то, зачем и так народ давился? Покупайте хорошую говядину. Вы бы и купили, да где она была? Сейчас мы скатимся к обсуждению Москвы, как отдельного государства в нашей стране. Давайте говорите про город Калинин, например, и Владиславович. Вообще, нужна ли была реклама в советское время? Да, вы знаете, вот я хотел бы на другой несколько аспектов обратить внимание. Мы сейчас говорим о двух совершенно различных формациях построения государства. Если в советское время и нынешнее сравнивать, то сейчас, как уже было сказано, мы имеем общество потребления. Экономика рассчитана на производство товаров, которые потребитель должен приобрести. И надо уговорить его это сделать. Потому что в зависимости от этого, работает или не работает то или иное производство, получает оно прибыль или не получает. Отсюда все остальные наращиваются вещи, как реклама, донесение до того, расширение, предположим, ассортимента и так далее. Советское общество не было рассчитано на потребителя. Оно было рассчитано на удовлетворение основных нужд трудящихся. Основных? Основных нужд трудящихся. А потому что государство не заинтересовано было в получении прибыли с трудящегося за счет продажи продуктов. Это было важным, но не первоочередным моментом. Я думаю, что, к примеру, Павел Парфенов, как-то, что, к примеру, цена на Жигули как раз была слишком завышена. Я могу привести много примеров. То есть, как-то не цели без народа деньги. Самое выгодное, что было, это, пожалуйста, это монополия внешней торговли. Любой заграничный фильм приносил денег больше, чем некоторые проекты, которые осуществлялись в стране. Это совсем другое. Общее построение. И это общее построение меняет, соответственно, отношение к потребителю. Отсюда, когда мы говорим, разные полки, разный результат, каждый был нацелен на свой результат. Владислав говорит, извините, о плановой экономике. Конечно. Плановая экономика, которая четко структурировала, сколько в стране должно быть произведено, в том числе и продуктов питания. Да, план был не очень корректный. Никаких продуктов питания. Совершенно. Если их не было в плане, то, соответственно, их не было и на полке. И план был, по всей видимости, недостаточно корректный, потому что, ну, в Твери, как вы сказали, там колбасы-то, в принципе, и не было. Была, но... Ну, сложно было. А что за планы такие? Они что? Причем это же с года в год было. Ну, Госплан просто выбирал приоритеты для развития страны, делая ставку на производство оборудования. Мы хорошо производили станки, материалы для сталелитейных, чугунных производств, легкая промышленность. То, что традиционно отправляли на экспорт. И за счет этого очень часто обеспечивали бесплатную медицину, бесплатное образование, потому что на это тоже надо было тратить деньги. Советский Союз никогда не делал приоритетным направлением производство продуктов питания. Оно это ставило на второе место после производства оборудования, станков. И в этом случае, да, план был. Да, удовлетворяли потребности. Но потребности очень часто в потребительскую корзину включались достаточно ограниченные. Ну, например, если я не ошибаюсь, в 80-е годы в потребительской корзине на год было на мужчину трудоспособного возраста три пары носок заложено. Так рассчитывалась потребительская корзина. Это не были качественные советские носки, не рвались. Ну, вот я тут не могу сказать. Но, вы знаете, во всем мире рассматривают принципы запланированного устаревания. Вот там, где есть ориентация на потребителя, где хотят произвести продукцию, чтобы ее купили, стимулируют этот спрос. Вот сейчас нас стимулируют не только рекламой, не только какой-то упаковкой, не только привлечением внимания. Извините, я вас перевью, мы должны простимулировать телезрительную рекламу, буквально три минуты, потом мы продолжим. Так, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о корзине потребления, какой она была в советское время, какая сейчас, когда лучше, когда хуже. Галина Константиновна, вот вы сказали до рекламы, что советская власть не ставила в приоритете, у нее были в приоритете вот станки те же самые. Но ведь, по идее, это же первейшая задача государства сначала накормить свое население, а потом уже, может быть, станки. В Советском Союзе не подводили население к голоду. В какую бы... Мы не берем 30-е годы, да? Нет, мы берем, да, мы сказали, там 70-е и дальше. В каждом сельском населенном пункте, в деревне или в селе было сельпо, где абсолютно точно был определенный набор продуктов. И этот набор продуктов был традиционен для всей территории Советского Союза. Это были, например, рожки, макаронные изделия. Вот жители какого-нибудь закарпатского сельпо или прибалтийского, наверное, с вами не согласятся. Там, говорят, другие какие-то были все-таки. Нет, там было дополнительно, потому что мы поддерживали национальные республики, обеспечивали лояльность. Это правда, кстати, что его специально завозили побольше? Это не потому, что эстонцы молодцы или там западные украинцы, как мой коллега, рассказывают, что у них во Львове было намного лучше, чем у Владимирщини. Ну, на самом деле это так. Это так называемая плата за целостность, за лояльность. Это правда? Вот это была целенаправленная политика государства? Да. То есть, еще раз говорю, это не потому, что прибалты молодцы, они лучше работали, они лучше производили чего-то. Там колбасы больше делали, к примеру. Просто у нее мама в Тарту была, она говорит, там, нам и лучше выбор магазинов был. Ну, и обеспечивали вот эту лояльность определенным набором продуктов питания, определенными возможностями приобретения товаров широкого потребления. Можешь представить, что англичане в колонии намного больше, а жителей Лондона перетерпелись? Есть даже такой стадия. Или французы? Жители Лондона-то нашего чувствовали себя вполне прилично. Ну, мы же... Ну, не Лондон, а Тоттенген там... Хочу вернуться к идее Галины Константиновны. Тут идея-то очень простая. Акценты, они как раз сформировались в период первых пятилеток, когда мы простроили страну. Я хотел сказать. И потом это автоматом уже наложилось на всю остальную нашу историческую парадигму. То есть ничего тут такого странного-то даже нет. Но это нормально. И сначала это был энтузиазм, когда люди совершенно спокойно это воспринимали. Терпели, потому что нам нужно за золото, станки купить и так далее. Потом, что, собственно, мы наблюдали в 90-х, это кризис потребительского... Потребительский кризис, можно так это сказать. И уже, соответственно, все по-новому начало развиваться. И то, что мы пришли сегодня, тоже некий новый виток в нашем развитии, в нашей истории. В 70-е годы у нас просто началась стадия дисбаланса товарно-денежных отношений. Если вы помните, да... Я не помню, я был маленький совсем. Ну, не суть, да. Денег на руках у людей в государстве оказалось больше, чем товаров. Это сбой и плановой экономики, и стремление покрыть какие-то дыры за счет печатного станка. Дальнейшее, вспомните, еще были суррогаты. Кроме магазинов, ведь это были пайки, которые выдавались в учреждениях и организациях. Это были столовые на крупных предприятиях, где людей кормили и обедами, и завтраками. А часто и ужинами, да. То есть нельзя сказать, что вот магазин, он олицетворял единственную точку, где можно приобрести продукты питания. Были колхозные рынки, хоть и не так сильно развиты. Но где все было дорого. Где было все дорого, но это предлагалось выращено. И, наконец, это частные приусадебные участки или дачи, которые замыкали свою составляющую по производству продуктов питания. Просто все это было из-за разбалансирования, да. Составалось вот из таких вот клочков. И как только система начинала не удерживать, она пошла в разнос, что привело к концу 80-х и начала 90-х годов. Вот такая вот вещь. Соответственно, сегодняшняя, она построена с другой стороны. И поэтому она, если и подвергается каким-либо проблемам, то эти проблемы, скорее, говорят о доходах населения, которые, соответственно, регулируют покупательную способность. Или она становится больше, или она становится меньше. Отсюда люди приобретают или не приобретают. И таким образом регулируют выпуск тех или иных товаров. Вот. Там было наоборот. Сначала регулирование товаров, потом приобретение. Здесь наоборот. Да, единственное, я хотел еще, вот вы уже сказали, Урислав, что общее потребление сейчас. А вам не кажется, что все-таки, ну, что, я опять-таки не помню 70-е прям так лично, но много фильмов, естественно, смотрел и тогда, и сейчас все эти крутосоветские фильмы. А вам не кажется, что общее потребление начало формироваться как раз в 70-х годах. Вы же помните, сколько было и в фильмах, это Яролаш и так далее обличалось в том числе. Помните, к примеру, вот тоже недавно показывал фильм Старый Новый год. Помните, герой Калягина как раз, это его монологи о том, что все ради этого только живем, вот это пианино это купили и так далее, вот эта мебель. То есть, вот там уже, по сути, вот это казалось комедия Старый Новый год, там это общее потребление как раз вовсю. Вот эти две семьи, где тоже, это уже тогда начало формироваться, ведь тоже, уже тогда всем хотелось не просто купить носки, те же самые советские, три пары в год. Вот, уже тогда народ стал гнаться за немецкими кроссовочками Adidas, за американскими джинсами, понятно, не все могли купить именем, за японской бытовой техникой, тоже далеко не все, хотя бы не за японской, но за польской мебелью, чехлованскими сапогами, югославскими. Что это как не общество потребления? Роман, просто страна прошла несколько этапов. Вы не забывайте, что перенапряжение, голод войны, потом восстановительный процесс, и вот, наконец, в конце 60-х, на рубеже 70-х, мы подошли к тому моменту, когда речь шла не о выживаемости, не о сохранении чего-то, а о том, что да, этот уровень мы достигли и хочется пожить нормально. У каждого представление о нормальном разное, и вот оно и пошло. Поэтому я бы, например, разделил 70-е, но там первая половина была достаточно вполне благополучной. Ну, не взговоря, она помогла. Вот. Ну, можно о многом говорить, что помогло или не помогло. Скатывание произошло, вот, скорее, это вторая половина 70-х, она заложила... В ночь 80-х. Да, это основа для кризиса 80-х годов. И связана она была просто с консервацией установившейся системы. Она же не только в продуктах питания была. Да, это же просто результат. Отсутствие реформ в соответствии с требованиям современности, оно к этому и привело. А там, где нет реформ, там произойдет надлом. Ну, что мы и пережили в начале 90-х. То есть проблема потребления или потребительской корзины, она была вторичной. Первичная была политическая ситуация. Это для кремлянов было. А мне кажется, народ-то... Да нет. Ну, что вы думали, как там... В глобальном смысле. Мы шли в магазин, думали, как там дела на Кубе или в Вьетнаме, или там в Гондурасе. Вы все хотели тоже купить что-то. Все смотрели программу «Время». И всех очень волновала Куба, и Гондураса, и Сея, и Монголия. Мы себя ощущали единым экономическим пространством. Ощущали. Ну, а то, что в магазине петушок выкинули кур, это не волновало? Не бежали все время работы? Здесь немножко другой аспект, мне кажется. Вот 70-е затронули период, когда наша промышленность, которая производила то оборудование, те основные машины, которые шли в семьи, мебель, товары длительного пользования, стиральные машины, телевизоры. Она работала достаточно стабильно, и она работала по ГОСТу. Причем четко поддерживая качество. То есть, если какая-то семья покупала телевизор, то не было стимула менять его через 5 лет, потому что даже пытаясь его достать, вы бы доставали тот же самый телевизор с теми же самыми характеристиками. Срок службы техники был намного длиннее, чем сейчас. И она поддерживалась контролем качества. Сейчас немножко другой принцип. Сколько раз мы меняем телефон? Телефон рабочий, но у него, например, появились новые функции, новые возможности. И производитель, вводя какие-то новые вещи, он стимулирует спрос. Он стимулирует нас к потреблению чего-то нового. Вы тоже поговорили о психосоматическом. Но говоря о качестве. Но опять, мы же помним, что то же самое Райкин. Помните, это у монолог, как там им пошили костюм, а там такое качество. Это же не просто так. Качество мебели. Но опять-таки, люди гнались за польской мебелью. Не потому что там написано «Жечь Посполита», «Република Полоцкая». Потому что польская была лучше. И те же самые югославские сапоги. Ведь люди тоже. Пожалуйста, да, были какие-то фабрики, скороход и так далее. Но почему женщины вот не хотели? Ведь вам не просто хотели импортные сапоги, потому что там по-английски написано. А потому что они были и по дизайну лучшие. И телевизор, то же самое. Да человек рад был бы панасонник купить. Так кто же ему как в том, а не кто же ему тигру даст только мясо? Кто же ему продаст этот панасонник, если он только в загранкомандировке не мотается? Страна исторически привыкла жить в изоляции. Курс был на то, что мы производим сами максимально возможное количество продукции. Соответственно, где-то, когда вы стремитесь производить все, наступает грань, за которую вы теряете определенное качество. Что касается, упоминаем, Польша и так далее. Советский Союз жил в единой экономической системе со странами СЭФ. Политически, там, Варшавского договора. Соответственно, это воспринималось нормально. Это даже планировалось, что корабли будут строить на польских верфях. Это нормально. Обувь будет поставлять Румыния. Это нормально. Консервы Болгарии. Это в порядке вещей. Ну, там, и Карус, и Венгрия, и так далее, и тому подобное. Это было социалистическое разделение труда. Проблема в том, что в этом социалистическом разделении труда, как выяснилось потом, мы проигрывали. В чем-то. В чем проигрывали? Ну, когда все распалось, и когда мы прошли этап самого худшего состояния, выяснилось, что те люди, которые считали себя богаче, ну, там, Болгария, или Румыния, или кто хотите, оказались на своем месте. Наши потребляемые ими товары оказались дороже. Ну, сейчас мы речь ведем хотя бы об энергоносителях. Стало-то все дороже. Помните, и Карус, ну, почему перестали закупать? А Венгрии сказали, по коммерческим ценам выслушали. И в итоге он не выдержал конкуренции. Где тут и Карус сейчас? Ну, и Узбекистан не стал поставлять нам хлопок. Вся легкая промышленность Российской Федерации провалилась, потому что хлопок пошел в Китай. Узбекистану выгоднее было продать хлопок. А вспомните, как строили производство. Чтобы связать страну, у нас хлопок где? В Узбекистане. А где будет фабрика? Ивановая тверь. Совершенно точно. Зачем? Для того, чтобы экономически все друг друга зависли. А на логистику здесь обращали внимание второй раз. У меня отец, он летчик. КБ Антонов, все знаем, в Киеве. А самолет он летал, получается, в Ташкент, то же самое, в Узбекистан. Потому что завод был там тоже. Представляете, почему в Киеве не сделать завод? Чтобы рабочие места создавать равномерно по всей территории. В Узбекистане точно так же делали в Узбекистане. Коллеги, это глобализация экономики. Да, да. По-советски. Да как хотите. Это любая территория. Глобализация экономики по-советски, по-американски, по-европейски. Ведь Европейский Союз это не что иное, как тот же самый СЭФ, только в несколько другой перспективе. Да, я согласен. И основы, я думаю, что они очень похожи, параллели можно проводить. А то, что Владислав говорит, за счет этого мы создавали единую экономическую систему, да, именно эта задача и была. Задача кооперации, производственной кооперации, ресурсы, рабочая сила, готовый продукт. И люди в госплане, они же тоже не глупые были. Они выполняли политическую задачу формирования глобальной империи. Худо-бедно она просуществовала 70 лет. Не случайно у нас было распределение. И те, кто учился, например, в Твери, мог поехать в Узбекистан по распределению. И формировали многонациональное государство. И вот тут толерантность-то точно обеспечивалась. Потому что единая страна, единое взаимодействие, единые процессы. Никуда от этого не уйти. Стремились к единым стандартам. А планирование имело важный фактор. Планировали прекрасно. Но хотели запланировать все. Вот в этом наступил тот уровень, за который даже человеческие возможности не представляют сделать это возможным. Надо было отсечь то, что мы сейчас называем малым предпринимательством. Которое удовлетворило бы вполне потребности населения с точки зрения. Говорят, в Венгрии же разрешили. В Венгрии было, в Чехословакии было. Почему наши советские мудрые политики не копировали этот опыт? Ну, потому что мы тоже попробовали это сделать. В 90-х, если вы помните, началась новая экономическая политика. А я беру все-таки 80-х. Вы понимаете, вот тоже все ездили, ну не все, у кого получалось ездить в страны Восточной Европы, видели, что они живут лучше. Наши все генсики разве не видели, что венгры живут лучше? Давайте тоже разрешим это. Роман, лучше живут в чем? В чем мы, какие критерии этой лучшести? Клбасы там было 80 сортов, как моя мама рассказывала. Тогда не было критерием о том, что должно быть у тебя на полке там 10, 20, 30 сортов колбасы. А вот у всей тургруппы был такой критерий, что все мели все, это наши советские. У меня мама везла сумки и там всего привезла, поверьте. Это правда был уже 18-й год, но я мели все. И пиво, она рассказала, мели шмотка, мели все. Вопрос как раз приоритетов, да. То есть руководство страны рассматривалось в приоритете вот именно эти. Ну и станки и так далее. Да. Соответственно, вот это вот пренебрежение, определенное гражданам, да, мы привыкли, что граждане, они выдержат, они поймут, мы их правильно воспитаем, как строители социализма. Вадим сказал, как это привыкли в 30-х, когда надо было, страна голодает, но нам было зерно на запад, потому что станки. Нет, немножко не соглашусь с этим. Немножко не соглашусь с этим, почему? Я не знаю, как коллеги, у меня на 70-е раннее-раннее детство пришлось. Поэтому я не знаю, как вы, но я воспринимаю свое детство как счастливое детство. Почему? Детство это да. Нет, нет, нет. Детство у всех счастливее. Детство у всех. Образование до сих пор проговаривают про лучшую организацию, образование, здравоохранение, пионерские оздоровительные лагеря. То есть то, что брало на себя государство и обеспечивало достаточно качественно. Вы к тому, что дефицит на полк, это мы расплата за вот это все? Роман, это мы про приоритеты. Про приоритеты выбрали. Правильно. Что не только станки и оборудование, которые за рубеж, но и социальная сфера, которая для населения оформлена. А товары и продукты? Товары и продукты. Если вы вспомните те новые архитектурные решения, которые мы называем сейчас хрущевки, то вы, наверное, обратите внимание, что кухонек-то там в них практически не было. Почему? Потому что считалось, что строитель коммунизма будет есть в ресторанах, столовых и кафе. Они, кстати, очень хорошо развивались. Было обеспечено питание. Питание, которое абсолютно точно давало выбор. Выбор первого, второго. Ну, а что можно сказать про качество советских продуктов? Мне кажется, сейчас нельзя сравнивать качество современных продуктов и качество советских. Мне вот хочется сравнивать. Тогда это все надо приводить к единым стандартам, что в принципе невозможно. И по проблеме технологий, технологии другие сейчас. И продукты другие, из которых мы производим. А продукты другие. Ну, рожь, какая намолотили, такая рожь. Молоко, какое надоили у коровы такое молоко. Нет, вот смотрите, может быть, другой момент. В Советском Союзе были ГОСТы. Были. В соответствии с этим ГОСТы каждое предприятие выпускало тот или иной учрежденный, утвержденный список продукции. А ГОСТы срок соблюдали? Он должен был соответствовать этот продукт этим ГОСТы. Он мог соответствовать в большинстве своих случаев или не соответствовать. С чем боролись соответствующие структуры. Начиная от ОБХС, народного контроля и так далее и тому подобное. Но, уважаемые коллеги, сейчас ГОСТов нет. И как же нету? Нет. Бывает, что есть. Нет. Не слушайте того, кто говорит. Каждое предприятие имеет право работать по ТУ, по техническим условиям. Вот, 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 вот это масштабы нет. Нет сейчас ГОСТов. Нету? То есть, вот вы видите, что магазин написано по ГОСТу, это врань. Вы можете их использовать в качестве ориентировки. Это одна из тех проблем, которые обсуждалось относительно недавно. Торгово-промышленная палата России со всеми министерствами, да, Минэкономразвития и так далее. Проверять качество колбасы, почему? ГОСТ отсутствует государственный. По техническим условиям, но они сами эти технические условия создали, утвердили, и оно им соответствует. То есть, когда мы говорим о падении качества, это качество какое? Вот, расширение ассортимента, соответственно, вызвало изменение отношения к качеству. И опять, мы уже сказали... А в советском временном было, хотите сказать? По факту. Мы сказали с вами о том, что сейчас у нас рыночная экономика. Мы сейчас немножко к ней перейдем. А я покажу. Я про советское. Про советское будет. Хорошо. Но тоже, как помню, в цикле передач по Мнамеднию Парфюм говорили, что, например, то же самое советское шампанское. И с десятилетиями в десятилетии качество было хуже. Сахара стали больше добавлять, потому что понимали, что это все хуже, хуже, что это не шампанского. Колбаса. Но мы же все помним шутки наших сатириков, еще при советское время, что в колбасе вот это, вот это, вот это, и 2% вот этого. Как его красить? А, мясо. Помните все эти молва народные? По факту, может, и не было, что в колбасе много туалетной бумаги. Вы помните опять шутки сатириков? Вообще, что бутылку из-под молока можно не мыть, когда выпил, потому что там молоко такой жирности, в кавычках, что выпил и мыть не надо. Так? Так. А где? Что касается качества овощей, ну помните, когда в перестройку всклюнул, что оказывается, то гербициды и пестициды, вот у нас огурцы, как снаряды, как Петер Асян шутил. Но это же все было тогда. Да. Роман, вы, похоже, противник советской системе. Нет, конечно. Да, просто, ну это люди правда, но все помните. Вы говорите о разных промежутках времени советского, нашего социалистической действительности. А потом, понимаете, вот дефицит рождает вопрос, как его ликвидировать. Плановое хозяйство наше, социалистическое, решало этот вопрос в том числе и качеством. Подзакроем глаза на качество. Сейчас это решается... Это так же, что в советское время все было лучше. Сейчас мы не помним, что покупаем. Сейчас это решается другим вопросом. Наращиванием или снижением объема производства. Ценой, да, в первую очередь. Но ценой это в том числе. Цена-то все равно влияет так или иначе на производство. Ну как вот все производители продуктов говорят? Они говорят, да пожалуйста, мы, вы как сейчас знаете, тоже говорят, курица сейчас не та, ни вкуса, ни цвета, ни запаха, как в той рекламе Юпи. Вот и так далее. Хотя тоже мы все помним шутки про советских кур, которые такого синего цвета, что называли голландским. Потому что такие худые синие, как будто из Голландии пешком шли. Вы помните, что такое советская курица, купленная в петушке. Было очень просто. Сначала она, эта курица, использовалась для производства яйца. А потом, когда наступало время погибать, ее, соответственно, отправляли на прилавок. А сейчас это другая курица. Она не предназначена для первой функции. Она сразу на мясо выращивается. Вот она и другая. На самом деле технологически многое чего меняется. Если мы вспомним Советский Союз и продажу молока, то молоко было то, что сейчас Ассоциация фермеров в России называет живое. То есть то пастеризованное, то стерилизованное, которое разливали по бутылочкам, попакетировали и так далее. Технологически, чтобы сохранить объемы этого молока, разработали и перешли на принцип восстановленного молока. Обратите внимание, сейчас в татарапаковских коробках молоко стоит вне холодильников и стоит по полгода. Это молоко восстановленное. И здесь трудно говорить о том, насколько качество живого молока и насколько качество восстановленного одинаково. Это просто разный продукт. Хотя и в одном, и в другом случае называется молоко. То есть технологически все равно не стоит на месте производства. И меняются и продукты, и способы их хранения. Например, вакуумка пришла, да, не было в Советском Союзе такой возможности. И поэтому, когда привозили летом каких-нибудь кур, то бедная курица, да, ее там промывали в семи водах, например, в торговой точке, чтобы эта курица не пахла, не была склизкой и за ней стояла очередь. Но здесь немножко другой подход. Мы не стоим на месте тоже. Мы изменяем свое потребление. Мы меняем взгляды на то, что нам полезно, а что не полезно. Роман, изменилось абсолютно все. Я поддержу Галину Константиновну. Извините, это и запросы изменились, общество, на тот или иной продукт, с изменением технологий. Я не знаю, что было первично, можно тут, конечно, пообсуждать. Но, тем не менее, мы живем совершенно в другом мире. И сравнивать эти вещи, на мой взгляд, не очень корректно. Я согласен абсолютно. Вот вспомните, как мы встретили первое молоко в пакетах. Это же было удивительное явление. Вместо стеклянных бутылок появился пакет. Какие пакеты? Пластиковые, которые... Вот видите, вы вытеляетесь даже какие-то. Потому что в советское время тоже были треугольники. Были треугольники, были прямоугольники. Катерапак в Москву только за ними мы гоняли. Помните, вот это молоко, которое... Я просто и спрашиваю. А вот его, когда первый раз ты видишь, это просто изменение революционное в сознании. Оказывается, можно вот так. Никто ни о чем не удивляется. А сейчас вы увидите удивление. Выходит новый айфон, новый компьютер, новый автомобиль. Господа, но вы все-таки как раз обмолвили, что запросы изменились как желание. Подождите, хотите сказать, что советский человек не хотел, опять-таки, на несчастную курицу, а по-сторонней нормальную курицу. Вам нравилось покупать эту синюю курицу? Я молчу, потому что еще нужно было обрезать все, помните, и ощипать. Это обязательно было. Это обязательно было ритуалом, потому что это невозможно было. Вам нравилась она, вот честно? Вы знаете, как говорят друзья мои немцы, в каждом свинстве кусочек ветчины. На тот момент я радовалась, если удавалось купить курицу. Это радость голодного человека, которого... Ну, тем не менее, неужели вы не хотели, чтобы она была нормальная? Нет. Я про запросы. Естественно. А запрос-то есть желание? Каждый человек. Просто не было. Мебель, которая плохо закрывалась, вы бы хотели купить хорошую мебель. Ну, у вас не было нормально. Вы забыли первую ступень. Каждый человек стремится к лучшему. Но когда вы покупали мебель, которая плохо закрывалась, вы помнили, что вчера у вас не было никакой. И это было хорошо. Сейчас вы меняете плохо закрывающуюся мебель на хорошо закрывающуюся. После этого придумывают что-нибудь самочище, которое самочистится, я не знаю, которое вечное и так далее и тому подобное. В этом есть технический прогресс. Сравнивать его в двух временах нельзя. Мы пытаемся найти хорошее или плохое в той или иной системе. Есть хорошее и плохое и в той или иной системе. Ну, по-хорошему, я все сказал, да, социалка, но я конкретно про потребительские запросы и так далее. Ну, не знаю, мне просто кажется, что вы говорите, вы рады были. Ну, как рады? Может быть, рады, но... Желания потребителя бесконечные. Им нет никакого ограничения. Он хочет лучше, больше и всегда. Чтобы брать крайность, когда яхта Абрамовича, Пелорус, это другой вопрос. Это для нас волна крайность, для него это непосредственная мелкая необходимость. В принципе, человек, блин, тоже нормальный метод запросов. Он тоже хотел нормальной колбасы и нормального пива того же самого в Чехии и так далее. Просто он понял, что у него этого здесь нет. Подожди, но уровень запросов советского человека, он кардинально отличался от уровня запросов, которые есть сейчас. Согласен, согласен. Обычная история. Человек спокойно воспринимал какую-то бедную курицу или молоко в бетоне или еще какие-то вещи. Молоко в бетоне не сам плохое вещь, а что такое? Человек сороковых воспринял бы семидесятые как достижение. Да, согласен полностью. Поэтому... Хотя интересно, чтобы сказал человек не по временам. Я бы заострил внимание на другую теме. Вот у нас сегодня потребительская корзина, она занимает в доходах человека больший процент, намного больший процент, чем раньше. И вот это проблема, которая связана с нашим обществом потребления. Причем это и за счет маркетинга, и за счет рекламы, и просто за счет завышенных запросов человека. И посмотрите, сегодня в супермаркете огромное количество людей, которые берут целую корзину продуктов. Это происходит из недели в неделю, к каждому празднику и так далее, и так далее. То есть человек стал больше потреблять, значительно больше. Больше, согласен, да, что... И вот эти ориентиры финансовые у него сдвинуты. Он неадекватно воспринимает. Потому что у нас есть финансовая услуга, которая называется кредитование. Вот, он в долг потребляет сейчас, значительно. Он потребляет очень часто в долг. Все кредитками расплачиваются, что ли? Вы знаете, очень многие, вы обратите внимание, те же интернет-магазины, которые традиционно ориентировались, например, на ту же Черную пятницу. Сейчас запустили помимо Черной пятницы... Еще десяток этих пятниц. Да. Четверков. Четверков, да, подготовка к ней, подготовка после нее, но они запустили принцип кредитования. Вы можете это не просто в Черную пятницу, но взять в кредит. То есть это вариант отложенных платежей. Кредит, лекарства, скоро автобус будет в кредит, маршрутка в кредит, нормально прокатился. А мне не кажется ли вам, кстати говоря, вот мы перешли уже нашу реальность, ладно, про союз все выяснили, что вот это все, в том числе, вы говорите, большой процент дохода мы тратим на еду, допустим, и так далее. Вам не кажется, что все это нет хорошей жизни? Что мы на еду так много тратим в процент соотношении, потому что в отличие от американца у нас зарплата не 2000 долларов. А мне кажется, что это кредитование все больше популяризируется, потому что у народа денег нет, и мы готовы продать уже в кредит. Только возьмите, друзья, потому что это не от хорошей жизни. Я думаю, они дают нам все в кредит, потому что платежеспособный спрос снижается. Мы же скопировали систему-то. Вот вы про Соединенные Штаты-то не совсем с вами согласился бы. Да, выровень жизни там выше. Но закредитованность, а также покупательная способность относительно продуктов берут и еще так. В том числе и в дом. Вы хотите сказать, что они продукты по кредитке? Я слышал, что кредитка у них кредитная. Если вы в Макдональдс зайдете покушать, это одно. Есть целые социальные группы, которые живут в кредит, живут на пособие, живут на вауче. Мы не будем брать пролетариев. Подождите, они большие, они очень большие, эти социальные группы. Средний класс? Средний класс – это совсем другая история. Думаешь, как бы ориентироваться на средний класс? Думаю, из личного командировочного опыта в США. А что такое человек не голодный? Если вы зашли в Макдональдс, там какой-нибудь вот этот бургер, это 89 центов. Это самый такой дорогой. Я общался с людьми, но они предприниматели, очень высокопоставленные. Для него проблема мясных субпродуктов, она отсутствует. Он не понимает, что это. Вы не заставите его это есть. То есть он будет есть только вырезку определенного качества. Ну и тот, и другой сыт. Да, то есть мы сейчас о чем говорим? А мы опять о запросах. Запросы – это одно. Удовлетворение, отсутствие голода – это другое. Поэтому, когда мы параллель перекидываем, это несколько разные вещи. Общество гарантирует не голодание своим гражданам, а дальше, что он съел – это другое. Я бы даже сказала, что Российская Федерация сейчас идет по достаточно стандартному пути, по которому идет большинство стран. Поддержка экономики роста. Если мы не будем стимулировать потребление наших граждан, развивать тоже кредитование, развивать определенные услуги, поддерживающие возможность граждан приобретать продукцию, то у нас будут сокращаться рабочие места на предприятиях. Потому что они не будут производить продукцию, которая будет покупаться. Здесь как бы цепочка замкнутая. Чем больше люди тратят, не сберегая, не откладывая, тем лучше развивается экономика, тем больше она производит, тем больше формируется доход на этих предприятиях, тем больше они платят налоги. Тем больше получается возможности у государства формировать ту же социальную сферу – дороги, здравоохранение, образование и так далее. Поэтому, когда население вступает в период, что оно начинает сберегать, а вот сейчас такой период, мы абсолютно точно всегда ощущаем в экономике спад. Вы хотите сказать, что у нас сейчас народу есть что откладывать? Есть. Если вы посмотрите количество на счетах, на депозитах, то цифры очень приличные, они даже огромные. Но с другой стороны, мы видим ситуацию, что вся эта история заложена в самой модели нашей экономики и в самой модели нашего государства. Со всех высоких трибун мы говорим о том, что у нас ВВП должно вырасти, у нас инфляция должна… Но это должно, но не растет. Подождите, растет, почему нет? На 0-0, на 0-1, на 0-2, на 0-2. Сейчас где-то в районе единицы. И экономисты же, ваши коллеги говорят, что это в рамках арифметической погрешности. Роман, декларация и реальная история – это одно. Вы же не говорите, что инфляция у нас 2 или 4% годовых. Но, тем не менее, у нас есть индексы, которые говорят о том, что да, по прошлому году у нас там даже меньше 4%. Это все направлено на стимуляцию того, чтобы было видимое развитие экономики. Видимо или реально? Здесь много нюансов. Проведите пример, параллель со строительством коммунизма. Там людей воспитывали о том, что будет светлое будущее. Сейчас нас воспитывают, что мы выросли на 1,5%, условно говоря. И, соответственно, все не так плохо. И воодушевленные этим сообщением все начинают работать более активно. В том числе и инвесторы. Это не воспитание, это некая психологическая устойчивость общества, что мы не должны там рвать на себе волосы или посыпать голову пеплом о том, что все плохо, завтра все закончится и так далее, и так далее. Ситуация должна быть понятна всем. Из телевизора, из радиоприемника, из газеты или из общения. Да, экономика растет, есть возможность потреблять, есть возможность брать кредит, есть возможность получения образования и далее по списку. Это жизнь. Социальное неравенство присутствует. У одних накопление, у других ничего. Это понятно. Но общество социального равенства мы с вами обсудили, когда говорили о 70-х годах. Хотите сказать, что американцы ничего не копят? Живут вот все же в лед. Не обязательно. Разные люди. Средний класс, раз говорю, я не беру Дональда Трампа, я не беру какого-нибудь там негра из Южного Бромса. Я имею в виду средний класс. Обратите внимание. Обычно копят на что-то. Просто так копить ради того, чтобы копилось, не копят. Кто-то копит на... А подушка безопасная говорит? Нет, нет, копят на пенсию. Роман, кто-то на пенсию копит. Пенсионные не соблюдают четко. Когда возвращаемся к истории, что у нас финансовая, налоговая и какая угодно неграмотность присутствует. Во всех слоях. Это, да, это факт. И это проблема. Особенно чем ниже слой, тем это больше. Я согласен с вами. Это проблема закредитованности, это проблема депозитов, это проблема потребления, это проблема глобальной экономики. И поэтому нужны финансовые диктанты, нужны мероприятия по повышению хотя бы общего уровня вот этой финансовой грамотности, налоговой, экономической, как хотите. Повышение среднего уровня образования, потому что человек с более высоким образованием, он адекватнее реагирует на ситуацию, в том числе и в экономике. Смотрите, последнее время, как увеличилось количество микрозаймовых организаций. Да, это же тоже не от хорошей жизни. Это не просто не от хорошей, это как раз, вот поддерживаю Вадима Борисовича, это ситуация, когда безграмотные люди не, например, в банк идут. Но если бы человек просто получал нормальную зарплату, а идут туда, под более высокий процент. Роман, что такое нормальная зарплата? Есть разные, одни вкладываются в одну свою зарплату, а другим не хватает какой угодно. И вот он идет, думая, что это бесплатные деньги. И, к сожалению, только на жизненном опыте научится, что это не бесплатно. И всех остальных он просто не доверяет. Но обратите внимание, даже появившаяся у финансовых организаций, у банков услуга копеечка, там тот же Сбербанк, сохранение копеечки на вкладе. Когда он фиксирует, например, по зарплатным картам, по твоему желанию, сумму, которую ты начинаешь сберегать. Это же как раз то, что держит. У нас эфир подошел к концу. Господа, спасибо большое, что нашли время. Прямо счастья, дорогие телезрители, мы сегодня сравнили потребительскую корзину советского человека, времен, скажем, Брежневского застоя, и нынешнюю, что лучше, что хуже. Вот эксперты говорят, что нельзя все однозначно сравнить, где-то было лучше, где-то было хуже. Где-то было курица вкуснее, а где-то на визуально больше. Ну что ж, экономически вам грамотно все-таки желаю, ну и в целом нашей стране все-таки желаю процветания, чтобы ВВП рос не только в Кремле, но и действительно по всей стране. Была программа «Тема дня», Роман Беков, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова